И в прошлый раз мы как-то, была даже тема там, конфликт неразрешим. А что, Павел его разрешил? Он был, нет, для Павла тоже была большая проблема. Поэтому если есть какие-то проблемы, они есть. Я не думаю, что будет лучше, если мы это как-то так механически их как-то так очень, ну, залепим, или решим, что будет так или так. Но оно есть напряжение, да. Народ Божий. Ну, христиане это, ну, просто, ну, как сказать? Во Христе. Во Христе, да. Мы назовем это христиане, мы назовем это церковь, то есть во Христе, то есть спасение во Христе. Павел говорит, что, ну, вот, когда с 9 по 9 главу думают об Израиле, да, то есть он переживает, но он, но все равно ему выход один. И в другом месте, что доколе не узрят пронзи, да, ну, как это, пока не узрят, да, да. Ну, знаете, мое сердце такое, я бы всех спас, то есть, ну, я бы, ну, вы тоже, да. Но Бог поставил такое условие, есть одни, есть один путь, ведущий к концу. Я есть путь истинной жизни. Кто ты? Еврей, татарин, монгол, вот один путь, и все. Да, возряд на того, спасибо, я, да, вот, а он повторяется в послании к евреям, это вот. То есть, вот так мы скажем, значит, народ Божий, это то, кто во Христе. И нам это тяжело. Хорошо. Хорошо. Ладно, оставим предание, там много чего можно говорить. Нас просто чуть-чуть затянули. Давайте возьмем вот эти вот конспектики, структура писем Паула. Хорошо. Итак, мы сказали, что у нас нету какого-то труда, который называется богословие Паула. В принципе, и Библия, библейская традиция, ну, не, она отличается от наших книг по богословию, да. Это история, история Израиля, пророки, притчи, псалмы и так далее, и так далее. Корпус новозаветных книг, в принципе, тоже состоит не из богословских трактатов, да. Вот 4 Евангелия, Деяния апостолов, послания, книга откровения, все те тексты, которые вот были частью литературного мира, религиозного, нерелиозного. Поэтому богословие Паула, там мы берем его только лишь из его писем и посланий, из величей, которые записаны в книге Деяния апостолов. Итак, 13 писем апостола Паула. И есть разница между посланием и письмом. Письмо – это более такое личное, да, такая вот, когда я пишу послание, это такое более, может быть, официальный текст, да, который зачитывается. Но мы будем использовать, я если буду сказать, письмо, послание, то есть имею в виду вот текст апостола Паула, не вдаваясь в эти нюансы. Но письма или послание, так называемый эпистолярный жанр, да, имеет свою традицию, имеет свои нормы и каноны. Письменная коммуникация следует определенным образцам, стандартным или клише. Даже личное письмо, то есть все равно по каким-то стандартам. Мы сейчас письма не пишем уже, но вот кто, я служил в армии, по-анью, и пишу письмо, там, здравствуйте, дорогие, там, с приветом, тарим-перим, и там все, есть четкое начало, да. Потом мы что-то пишем и в конце какое-то завершение. Передайте привет соседям, там, моей тете, там, дяде, там, и потом какая-то такая вот, жду ответа, как соловей, лето, там, целую, то есть какая-то такая слезная, должна быть трогательная. Даже в личной переписке было такое какое-то лекало, клише. Уже не говоря о деловой переписке, да, то есть тоже каким-то, в принципе, имейл сохранил, даже вот мы сейчас пользуемся, все равно сохранили какие-то вот эти вот стандарты, да, то есть от кому, дата, кому там и так далее, то есть вот все есть. Большинство античных писем написаны в соответствии с принятыми тогда нормами, вот в той эпохе, и новозаветные тексты, которые мы называем письмами или послания, они также этим нормам соответствовали, и это очень важно для понимания. Хотя были какие-то вариации, то есть не всегда строго. Как минимум, каждое письмо или послание, вот у него есть три части, да, то есть начало письма, вторая часть, это будет, ну, как бы основная часть и завершение письма, логично. В первой части будет упоминаться отправитель, кто, или отправители. Также будет указан получатель или получатели. Будет приветствие, какая-то форма приветствия, и благодарение, или благословение. То есть оно будет. Во второй части послания, значит, идет какое-то увещевание. Понятно, что все письма, послания апостола Павла, они оказиональны, то есть написаны по случаю. То есть это не просто так трактат какой-то для всех, вот. Я пишу и вот раздавайте на улицах, да, то есть каждому встречному, они по случаю написаны. И уже исходя из первой части определенной аудитории, определенному адресату. Поэтому там уже идет какие-то увещевания, идет начало какой-то дискуссии. Потом идет тезис. Вначале будет какой-то тезис, о чем, какая главная идея, какую главную идею будет автор здесь развивать. Дальше будет теоретическая дискуссия и потом этические предостережения. Или как это можно применять, да, этически. Письмо завершается практическими вопросами какими-то, личными приветами, личный какой-то постскриптум, например, там Галатом есть, вот это я написал своей рукой, да, скорее всего, раз, а потом что-то личного написал. И доксология или благословение, ну как словословие, вернее, словословие. Словословие, молитва и, может быть, благословение, то есть какая-то бенедикция. То есть я здесь забыл написать. Есть некоторые моменты, которые нам нужно знать. То есть здесь вот некоторые замечания к письмам Паула. Например, в начале писем Павел не всегда был единственным автором. Иногда он упоминает своих соавторов, да, кто-то, помните, от таких-то, от тех, от братьев, там раз-раз есть. И здесь можно посмотреть, как они упоминаются в этом письме. Получатели. Письма не адресованы всем людям, а были отправлены определенной небольшой группе христиан в том городе. И вот здесь мы можем видеть, как Павел их называет, да, там часто там, святым, избранным, да, то есть или церкви Божьей, там, как-то вот они описываются. Приветствие. Павел обычно соединяет греко-римское приветствие Хайры, радуйся, и переводит его на созвучное Харис, благодать. И соединяет его с еврейским приветствием шалом, мир. То есть, допустим, радость и мир вам, да, или благодать и мир. То есть как-то соединяет греко-римскую традицию, еврейскую, но делает уже с него какой-то такой уже христианский новый, новый вариант, да, приветствует, не просто радуйся там, а благодать вам, да, мир вам. И это, конечно, что-то говорит о самом адресате, потому что он посылает им этот, приветствует их благодатью, их миром, значит, это уже определенной аудитории, да. Благодарение. Павел всегда благодарит Бога за то, что есть у получателей его письма, например, за их веру, за надежду, за любовь, за добрый пример для других христиан. То есть он всегда действует часто в этих письмах, видим, благодарю Господа, Бога нашего за то, 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 то. Также, когда мы смотрим разделы и подразделы писем, что все павловые письма содержат стандартные три раздела, но не все павловские письма содержат стандартно все эти подразделы. Что-то я написал, по-моему, но не... А, стандартные, вот это вот, не, неправильно. Стандартные подразделы. То есть подразделы часто могут пропускаться, ну как, иногда могут пропускаться. Например, в послании Гала там Павел резко начинает заводить тему, да. Только там типа привет, привет, а потом удивляюсь, да. То есть пропускает, ну какой-то такой, это какая-то спешность, да, желание быстрее перейти к вопросу. Или не совсем стандартное завершение в первом послании к фессалоникийцам. Порядок подразделов меняется, особенно в завершении большей части павловских писем. У некоторых писем больше, чем один раздел одного и того же типа. Например, два благодарения в посланиях к фессалоникийцам и несколько молитв в послании к римлянам. То есть мы говорим о стандартах, но есть исключения. Теологические, этические и практические вопросы и обсуждения переплетены. Очень сложно говорить, что, ну обычно мы используем такую схему, ну я читал, она видна, это очень удобно для изучения посланий, для проповедей. Так называемый индикатив, императив, либо описательная часть, или как еще такое, доктринальная часть. И предписывающая, этическая, практическая. То есть в первом разделе больше таких доктрин, например, там павли, что вы избраны, предопределены, посажены на небесах, искуплены. То есть такое вот, описывается их положение. Но потом переходит, это основание для каких-то этических или практических вопросов. А потом говорит, ну теперь на основании этого вы должны жить так, и так, и так, и так. То есть это очень удобная схема, в какой-то степени она сохраняется. Но чаще, иногда бывает, что оно переплетено. И мы не можем сказать четко, что здесь только описательный, то есть индикативный, или доктринальный раздел, да, там этический. Они бывают вот так вот, переходит один, просто переплетены. Но тем не менее схема такая вот есть. Это очень важно для проповедников. Почему? Потому что, когда берут часть фрагмента, вторую часть, более такую предписывающую, да, то есть практическую, этическую, за основание проповеди и начинают там дубасить хорошо по сердцам, умам и душам и совести, даже нужно понять, что вначале была какая-то, Павел на основании чего-то это все говорит, да, то есть делает какие-то замечания или увещевания. То есть нужно иметь в виду, хотя бы, если ты не читаешь, что нужно предупредить, что вот, допустим, Павел распекает там корительно, он вначале же в виду на небеса возносит, что вы там одарены, там вообще там просто с ума можно сойти, а потом говорит, гэц так об землю. А потом говорит, стыду вашему еще многие из вас Бога вообще не знают. Мы столько там побывали на небесах, а теперь я, опа, надо задуматься, может, посмотреть на людей, может быть, они не те, за кого себя выдают, а может, если я действительно, ну, потом говорит, что я не могу с вами как с духовными говорить, как с младенцами, понимаете, то есть и так далее, нужно понять эту риторику. Дальше. Павел почти всегда завершает письмо доксологией, молитвой или благословением, бенедикцией, да, тем, кому он пишет. И это есть основание так называемой моей теологии тринитарной бенедикции, я вас познакомлю. И вот на следующей страничке я привел такую схему, как мы можем, для каждого послания апостола Павла, здесь приведено, мы можем взять каждое послание, каждое письмо и вот увидеть, я тут, ну, здесь вот указаны, где начинаются, да, тот иной раздел. И если вы хотите эти послания хорошо изучить, вы можете себе вот эту вот табличку заполнять. Читаете какое-то послание, и вот думаете, ага, сразу записываете. Отправитель, от кого там? Раз, получатель, кому, там, приветствие, как оно, да, как оно выглядит, там, благодарение, за что. Основная часть, да, вот увещевание, то, что Павел хочет, в чем их здесь увещевает. Потом тезисное заявление, какова вот эта мысль, которая сейчас формирует вот эту вот переписку, да, вот эту вот коммуникацию через этот текст. Вокруг чего строится филорическая дискуссия, какой там дотрины, какой-то вот проблема какая-то, да, то есть Павел будет там проводить. Какие затем этические предостережения, исходя из этой дискуссии, да, 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 фрагменты, да. Потом завершение письма, то есть какие практические вопросы, там, выводы Павел предлагает. Ну, потом личные приветствия, там, видим, что часть писем, там, привет там, дому такому-то, то и тем. Молитва-доксология. Доксология – это славословие. Это очень, доксология – это такая, вот Павла очень видно в посланиях к кремлинам, как его теология переходит в доксологию, особенно на том месте, где он думает над судьбой Израиля, 9-й, 11-й глава, и заканчивается она такой доксологией. О, высота, как там, и глубина, там, премудрости Божьей. Кто мог постичь его ум? Кто ему мог сказать наперед? Или дать ему совет, там, все от него, ими к нему. Можно сказать, вот это вот доксология, слово-словие Бога. Можно сказать, что в конечном итоге правильная теология, она должна заканчиваться доксологией. Поняли мы что-то или не поняли. Однозначно завершается. И вот этот вот хороший, я обычно, когда начинаю курс по теологии, вот я с этого текста Павла начинаю, потому что это очень важно понять, что Павел здесь реально, то есть ему было сложно, то есть мы не видим, что он там раз, и такой, он говорит, да, но для него просто очень сложный. И он всю свою теологию завершил доксологией. И можно сказать, что в принципе теология должна начинаться доксологией, ей заканчивается. Понятно, да, что такое доксология слова? Бенедикция – это благословение. Например, вот самое полное благословение, тринитарная, мы называем, тринитарная бенедикция, это второе послание в Коринф 13.13. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь к Богу Отцу и общение Святого Духа. То есть в принципе это единственный раз, когда мы встречаем вот эту полную тринитарную форму в завершении послания. Может быть, чаще там от Отца и Господа нашего Иисуса Христа все, а это единственный раз, когда такая полная. Да-да, 2 Коринфянам 13.13. То есть вот это такая бенедикция, благословение, то есть заканчивается благословением. И здесь очень хороший для меня вот пример, я так построил, не то чтобы богословие, но просто взял за основу этот текст, потому что он показывает тринитарное поведение, показывает отношения, то есть каждому лицу, или каждому фигуранту, да, вот этой триады, или тринитарной формулы, Отцу, Сыну и Святого Духа, буду говорить языком Халкидона. Какое-то слово, Благодать, любовь и общение, да, это вообще интересно, но я просто попозже вам расскажу, то есть на этом я вижу такую хорошую платформу для христианского, библейского такого богословия. Вот. Есть, да? Итак, тринадцать писем апостола Павла. И вот перед нами вопрос, как нам вычленять его богословие? Есть как минимум два направления, два пути, как это богословие Павла определить. Первый путь, это перечитать все письма. Ну, этот путь в любом случае нужно проделать, какого пути мы бы не придерживались, но некоторые просто, когда пишут богословие Павла, могут просто привести обзор его писем. Вот здесь так, в этом послании так, в этом послании так. Другие книги, или там по-другому можно сказать, разбить на темы, да, вот. Что Павел писал, думал, верил о Боге, то есть Бог, богословие апостола Павла, христология апостола Павла, там, пневматология, то есть его понимание Святого Духа, его понимание Церкви, или там, оправдание по вере, да, то есть вера, покаяние, то есть, просто будет идти по темам. И то, и то, хорошо. Чего мы хотим достичь? Если мы хотим просто видеть богословскую картину, наверное, мы изберем путь такой, по темам, да. Если мы хотим ознакомиться с его посланиями, то есть будем смотреть, поэтому в эти дни мы сделаем такой маленький обзор посланий, такие краткие выводы, и потом по каких-то отдельных, важных, может быть, на мой взгляд, вопросах из богословия Павла. Но самый главный вопрос, который вот мне оставляют ученые по сегодняшний день, исследователи и посл Павла, что является центром, что является центром богословия. Вот. Вы мне скажите, вы уже, мне сказали, на той неделе изучали заветы, да, или как Павел, просто повторите мне, скажите, вот как, что, что? Галат. А, в том, в том. Ага. Так это мне вообще, какая-то непонятная задача, вы уже, в принципе, изучили, ну, Галат, может быть, богословие Павла, то есть, что я, что я делаю? Утверждает. Ага. Значит, вы вновь повторили завет, да, заветом, ну, вот какая, вот просто поделитесь, чтобы я знал, чтобы я был тоже в теме. Да. В основании нашего учения является вера. На основе веры сложена вся, ну, бесстоматильность, все наши учения, не на законе, мы просто подтверждаем, не на законе, не можем нарушать, и не можем на него опираться, то есть, как я вот делаю, то есть, по закону все, то есть, является нашим статемием и основанием веры, и что-то наше. Это веры, когда основание... Да. а а а а и а и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И мы когда собираем всю эту общую картину, думаем, ага, что же действительно таким важным является, в каком он идет русле. И я уже сказал, что со времен Лютера мы исследовали такую, что центром богословской системы апостола Павла есть оправдание по вере. Почему? Потому что это такая амуссирующая тема в Галатам, в Римлянам, это была проблема для Лютера, это был спор с церковью. И поэтому долго время считалось оправдание по вере. Потом немножко пересмотрели и очень часто видели, что Павел говорит о жизни во Христе. Поэтому сейчас уже встречаются такие, что центром богословия Павла является союз со Христом или бытие во Христе. Отчасти я вот, да. Некоторые скажут ученые, что это не совсем правильно, то есть тоже немножко ограничивает, то есть делает очень узким центр богословия Павла. Поэтому и о Святом Духе говорят. Павел очень много говорит о Святом Духе, значит должно быть какое-то включение туда и Святого Духа. Поэтому я думаю, что бытие во Христе это правильная, ну да мой взгляд, фраза. Единственное, что ее нужно откорректировать, то что мы понимали, о чем мы говорим. Если мы скажем, что бытие во Христе это значит жизнь, возрождение Святым Духом, да. То есть в таком смысле, потому что Павел говорит в Коринфе, никто не может назвать Иисуса Христа Господом, как только Святым Духом. Поэтому мне нравится фраза союз со Христом, бытие во Христе, но я понимаю, что мое бытие во Христе это действие Святого Духа. Я не могу включиться в Христа сам, я не могу даже в Него поверить без Святого Духа. Поэтому я оставляю, мы будем говорить, что бытие во Христе или союз во Христе, то есть по сути хорошая фраза, но ее нужно просто откорректировать, дополнение туда включить, что это Божье действие. Но больше я помню, не знаю, скорее всего, да, на прошлой нашей встрече по герметике я говорил, что моя мета-тема это Царство Божье. И почему Иисус начал проповедь выступил, он говорит, приблизилось Царство Божье. И апостола Павла мы читаем о нем в конце книги Деяния апостолов, в 28 главе. Откройте, пожалуйста, эту самую последнюю главу и прочитайте самый последний стих. Книга Деяния апостолов. Книга Деяния апостолов. Все, он проповедует Царство Божье, которое предполагает учить Ишуа в Ашиах. То есть, значит, бытие во Христе это быть уже то, о чем говорил Христос, что приблизилось Царство. Значит, а Царство Божье со времен еще Ветхого Завета, то есть, Бог мыслится как Царь. Вот и у Исаии, да, то есть, видел я Господа Превознесенного, да, Каиарис, он как Царь описан, да, чем длиннее Ризы, тем важнее, ну, тем, ну, важнее Царя. Особенно это вот в фильмах идет, и такое за королем такая, там, длинная-длинная такая, то есть, поэтому Царей, особенность они рисовали, что у них вообще, а его Ризы вот так вот, то есть, это очень профессионально, он описывается в царских терминах. Из псалмов очень часто, у пророков, что ты царствуешь в основе трона твоего, да, то есть, правда и справедливость, то есть, Бог, Царь, это одна из основных метафор Ветхозаветнего представления Бога и ожидания Его Царства, то есть, владычества. То есть, это чаяние Израиля, Израиль ждал, что Бог будет владычествовать, потому что это теократическая, ну, народность, да, то есть, не Цезарь будет царствовать, а Бог наш через Мессию, поэтому Царь в Израиле, это был, как говорим, наместник, в правильном смысле, наместник Бога на земле, то есть, он как человеческий гарант того, что закон Царя, закон Яхвы, закон Бога будет действовать. Это обязанность Царя. Он, пророки, это те вот Божьи, эти, ну, глашатаи или послы иногда, которые пытались регулировать эти заветные отношения. Немножко, может, завтра поговорим, чуть-чуть, и Павел продолжает это, то есть, для него уже Царство Божие наступило и должно развиваться, то есть, владычество Бога через Мессию Иисуса. Поэтому он говорит о нем, как о Кюриусе, то есть, Господе. Но здесь одна из проблем. Когда Павел в Римской империи называет, и вообще, если бы в Римской империи кого-то вы называете Кюриусом, это не только ваше доктринальное, религиозное, ну, а еще и имеет политическую коннотацию, потому что был один Кюриус, или Цезарь, Доминус и Деус, то есть, он божественный царь и правитель. И если кто-то говорит, что есть какой-то Господь, то есть Кюриус, того ждали большие неприятности. Так мало того, они вообще ждали людей, которые очень любили, потому что... Атеистами. Атеистами, да, потому что не было идолов. Да. Да, и вот если вы в Римской империи говорите о каких-то каком-то Кюриусе, то вас ждут огромные неприятности со стороны властей. Вот почему Павел большую часть провел в тюрьме, а потом его и казнили. А тут еще огромная, и тут еще большая опасность, потому что тут имело огромное... А тут еще в Иудее это еще имело огромное... Да, почему испугался Ирод? Но в Иудее, то есть, другое, потому что Кюриус, Господь, это Яхве. И вот это у Иоанна особенно, там высокая христология. Поэтому вот такое между двумя огнями пробивалась проповедь Евангелия, пробивался Павел своим богословием, потому что и там огромные проблемы, это богохульство, и для греко-римского мира это особое потрясение. Поэтому мы скажем, да, что центром богословия Павла будет союз или бытие во Христе. Но если мы, конечно, очень много сделаем таких поправочек, нам это нужно как фраза. Понятно, что сложно Павла, его богословия, каким-то одной фразой определить. С одной стороны, речь идет о эскатологии, что пришел новый мир. Пришел он через излияние Святого Духа. Мы скажем, что есть пневматологический момент, да, но почему этот пришел Святой Дух? Потому что умер и воскрес и прославлен Мессия Царь Иисус. Через кто агент вот этого, или кто объект, или кто вот продолжатель, или кто, в ком это все сбывается? Община, церковь, народ Божий. Потому что мы когда говорим церковь, мы уже понимаем в нашем смысле, но вот община учеников, сведущих Иисуса Христа, получившая в залог Святого Духа, и является знаменем эскатологических времен. То есть с того времени, по сей день, церковь Иисуса Христа в любом ее проявлении, ну в любом несмысле морально-этическом, что есть, многие могут себя называть церквями Иисуса Христа, мормоны тоже себя называют церковь Иисуса Христа, святые последние дни. То есть я имею в виду, в меняемых форматах, является эскатологическим народом. То есть народом, как бы, знаете, пришельцев из будущего. То есть как бы вот это странно не выглядело. Которые получили этот дар новой жизни. Поэтому Павел говорит, что кто во Христе, тот новое творение. Все. И поэтому он говорит, что если вы живете, если вы уже получили этот дар, то и живите как новое творение. То есть это вот его, может быть, в посланиях можно проследить, говорим, это две части, да, доктринальное, этическое, или императивное. То есть вы уже новое творение. Вторая часть, вот теперь живите как новое творение. Поэтому видим, как части делают, он разбирает этические вопросы, и он учит, как же жить нам, будучи этим новым творением. Эскатологическое. Но эскатология, у вас не было введения в богословие или в богословие? Ну, вы должны знать наш христианский богословский сленг или жаргон. Эскатология – это раздел богословий, который говорит о последних временах. Наука последних, ну или как, раздел. Поэтому, когда мы говорим эскатологическое, это то, что в нашем представлении, или представление того, о котором мы говорим, должно быть в конце времен. Не то, чтобы о будущем, это, ну, можно сказать, раздел, как мы думаем, ну, что наука, в каком смысле наука, мы не измеряем. Да, у нас есть как бы протология, да, то, что было до творения. Это вообще, у меня просто недавно были дискуссии по этому поводу. Мы иногда спорим, то, что было до, не видели, не знаем. Что будет после? Мы очень мало понимаем, что сейчас. Да, поэтому вот богословие Павла нас учит, что мы с вами эскатологический народ, то есть мы уже вошли вот в это новое творение. Конечно же, мы когда смотрим на этот мир, на то, что происходит, у нас все меньше и меньше оптимизма, то есть в этом. Но здесь может быть то, что Павел предлагает нам расти, укрепляться в духе, там, и так далее, и так далее, чтобы вновь себя видеть и понимать свое место. Поэтому союз со Христом, бытие во Христе, включая, что это все подействует духом, но бытие во Христе, это быть в теле Иисуса Христа так же. А под телом Иисуса Христа Павел еще имеет в виду церковь его. А мы будем об этом много говорить. И есть, на мой взгляд, центр богословия Павла, потому что его богословие, это не просто какой-то набор абстракций, его богословие конструктивно, то есть оно создает какую-то конструкцию, как минимум создает общины, как максимум оно создает, если мы живем тем словом, то, о чем говорил Павел, мы с вами не просто живем во Христе, у нас есть цель достигать Христа, преображаться во Христа. И он часто говорит, что подражайте мне, как я Христу, доколе не придем в совершенство, то мы будем говорить о послании к ефесянам. Вот это вот я понимаю, что нужно быть во Христе. Это не просто принять какую-то доктрину. Вера, мы чаще понимаем, вера, это я верю, в смысле был атеистом, теперь стал верующим. Мы говорили, что в те времена все были верующие, евреи были верующие. Поэтому вера в Христа, это еще означает такие моменты. Вопрос веры еще очень важен. Опыт веры мы вовлекаемся всей личностью. Всей личностью. Как минимум, что такое личность. Потому что, когда мы изучаем антропологию Павла, там есть язык немножко старый, и нам сложно какие-то вещи эти просто уявить, ну, приставить. Поэтому нам иногда помогут, например, как минимум, когда мы говорим, что структура нашей личности, то есть из чего, что мы есть как личность. Это наши когнитивные способности. То есть разум, да. То есть наша эмоциональная сфера, то есть чувства. Хотя сейчас исследование мозга там показывает, что нашего там разума 5%, 95% это эмоции и все. Ну, левое-правое полушарие. То есть это разум, это эмоциональная сфера, да, то есть это сфера отношений. И наша воля, то есть, можно сказать, то, что ответил, ну, как этика. Поэтому есть такие три слова. Ортодоксия, ортопатия и ортопраксия. То есть я вам говорил это, вы помните, да, что это значит. А это значит, что мы все-таки считаем, особенно вот протестанты, и вообще кто вот западный тип мышления, ну, что такое западный тип мышления и восточный тип мышления, например, западный и ближневосточный. У нас Библия резко перекрутилась или как бы трансформировалась в учебник по догматике. Западное мышление – это концепция, это какой-то принцип, это какое-то утверждение, плюс иллюстрация. И так построены проповеди. Пункт – иллюстрация. Второй пункт – иллюстрация. Третий пункт – иллюстрация. Ближневосточное богословие, или скажем, библейское богословие, история, образ, плюс какая-то интерпретация. Какой-то принцип. Ну как, не то чтобы принцип. То есть принцип – сама истина, какой-то история. Притча Иисуса Христа. Ему задают вопрос, он рассказывает какую-то историю. Иногда он ее интерпретирует, иногда не интерпретирует. Видите? Это уже два. А что говорит, что очень сложная мы такая вот с вами. И как вот мы думаем в западном плане? То есть поверить – это как вот, это принять, это мое убеждение. То есть я верю. Окей. Ну вот смотрите, опыт веры, мы вовлекаемся всей личностью. Это то, о чем говорит апостол Павел. Мы еще дальше будем эту тему развивать. И нам кажется, что если я затронул сферу ортодоксии, сейчас вот так вот нарисую. Так вот, мы говорим, разум, чувство воли, ортодоксия, ортопатия. У нас есть три разных фрагмента. На самом-то деле это просто одно. И нам кажется, что если мы приняли что-то, ну, ортодоксией, да, это ортопатия или ортопраксис, ортопатия. То есть ортодоксия – это правильное мышление, ортопатия – это правильное чувство, эмоции, это отношение, ортопраксис – правильное действие, да. Так что нам вот мы думаем, что если мы приняли на уровне ортодоксии, это окей уже. Это уже хорошо. Я верю, я поверю. И это уже большое дело. А то, что там, ну, не очень в области ортопатии, ортопраксии, ну, это уже, если там будет хорошо, это как бонусы. Ну, это вообще круто. Но самое главное – это вот здесь. апостол, апостол – это big deal, большое дело. А он скажет, знаете, и язычники иногда поступают правильно, они поступают ортопраксично, имеют, помните, язычники, не имея закона, поступают по закону. То есть у них нет ортодоксии, но есть ортопатия и есть ортопраксис. Значит, в чем разница? А нам, ну, не, 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 подождите. Но это же у них отсутствует. А потом скажи, ты знаешь, что если у тебя отсутствует вот это и это, и это тебе не поможет. Потому что мы не из трех атомов состоим, а единое. Это смесь, понимаете, вот. Это смесь. Это если мы берем вот чай, да, чай, вода, сахар, да, например. То есть мы не просто отдельно там где-то сахар, там где-то все. Мы все вместе. Как тут отделить чай, воду, сахар? Все оно уже растворено. Так вот и это все растворено здесь. Поэтому, когда мы говорим о вере, это вот это вот все, понимаете, да? Вера в Христа, это и затрагивает мое убеждение, это затрагивает мое внутреннее, эмоциональное, то есть, а это прорывает мое отношение и мои действия. То есть поступать ко Христос, это цель, да, благодатью мы понимаем, что, но это движение, то есть если не понимать остаться, и вот эта проблема доктринерства, да, мы приняли какую-то доктрину, все мы верующие, теперь мы ходим в верующие. И это проблема западного мышления, атомарного такого. Иуда не знал, не знал такого атомарного деления человека, душа тела, как разорванной части, это целостное вид у человека, поэтому не может быть одна часть освящена, одна часть быть где-то в Боге, а другая непонятно где. И это Павел доказывает послание к Рифину, что то, с кем вы в союзе, тот вы тому и принадлежите, потому что ты мозгами можешь думать, что ты хочешь. Твои ноги расскажут, кто ты, или язык твой покажет, кто ты, и так далее. Понятно, что мы не святые, но мы должны хотя бы понимать где-то проблему такого мышления. Заметьте, в нашем мире, в нашем обществе мы говорим, я верю, это чаще всего, это область убеждений, ортодоксии. И иногда приходится шокировать, сказать, что вы знаете, те, кто может быть не имеют ортодоксальных убеждений, но с ортопатией и с ортопрактисом, то есть они так же оправданы могут быть. А расскажи мне, по вере, но по вере мы понимаем просто веру в какие-то доктрины. Да. Ну, да, подходит. Поэтому вера, нужно понять, о чем мы говорим, потому что очень легко, сейчас Америка с этим борется, послушаешь проповедников, они так же истерично сейчас исправляют то, что когда-то истерично насаждали. Ну, я немножко так, вот и жду, то есть если они раньше говорили, поднимите руки, кто хочет получить спасение, раз, скажите, что Иисус ваш Господь, Иисус Господь, вы спасены, аллилуйя, все, раз, довольны, а потом они видят, что не работает, теперь другая истерика, вам когда-то сказали, а это неправда. И я говорю, как вам эти ролики представили, как вам это? Да надоело, они вот потом, они как при советской власти, сами сделаем проблему, мы с ними боремся. Ну, кто мешал им, кто мешал им дочитать там до конца, там, что-то, или еще один стих прочесть, понимаете, ну, я немножко латирую, мы тоже в чем-то, но вот это проблема, раз, что-то там, опа, так же истерично всех, а или теперь всех, так же истерично всех обличают, потому что неправильно. Почему? Я понимаю, почему мы пленники вот этого вот, атомарного такого понимания себя, что достаточно поверить, что Иисус, что Бог есть. Этого недостаточно, это не библейская вера вообще, это мы в нашем атеистичном контексте так вот понимаем, что мы были атеисты, теперь должны поверить, да. Ну да, да, так вот вера-то и вода, и заварка, и сахар, все вместе. А? Не знаю, вот чай, это называется чай, вот это. Я понимаю, что верующий к Иисусу, он должен преобразовывать в его образ, и у него, его убеждения должны соответствовать его делам, и... Да, почему и Павел говорит, что братья мои, подражайте мне, как я Христу. По Павлу это и есть вера в Иисуса Христа. И для нас это шокирующе, почему? Потому что мы унаследовали конфликт Лютера, который был абсолютно аутентичен и верен в те времена, когда он был в одной системе. Мы унаследовали такую веру, что только поверим, не делами, но забываем, что Лютер имел в виду дела, вот те вот там, по лестнице на коленях, там ползав, индульгенцию, все вот это вот. И даже забегая вперед уже, послание Галатам, Павел борется с Торой, но Тору не отвергает. Когда он говорит, носите бремена друг друга, и кто помнит, как дальше фраза заканчивается? Тем самым, исполните что? А как это по-нашему, по-еврейски? Тору Христа. Почему? Потому что Павел верит в Иисусе Христа, верит в его интерпретацию Торы и верит в ее воплощение, вот он ее воплощает. Носите бремена друг друга, вот этим вы исполните Тору. А не, еще может быть, Павел говорит о делах Торы как в очень узком смысле, в обрезании, потому что иногда это тоже сейчас, ну, не то, что сейчас, ну, такой спор, что он в виду, потому что здесь он говорит о делах. Любить друг друга, это не просто так, ромашки дарить. Иуда из Берлигии проксиологично, то есть любовь, это действие, это забота, это милосердие, это так далее. О делах-то речь идет, но о делах качественно совершенно других. Не о делах там ритуально, там обрезание, омовение, еще что-то, не об этих делах. Вот поэтому Лютер с этими делами, но в нас, это вот вошло уже, что вообще никаких дел. Если у меня одна девчонка в церкви, как раз мы это говорили, она говорит, а я на одной конференции, там было занятие тоже. Он прав, конечно, но он прав по-своему. Говорит, что-то, как, что-то быть спасенным. Она написала, вера и дела. Туда говорит, нет, только вера. Я говорю, ну, он прав, но и не прав. Он прав, потому что это по-библейски, а не прав, потому что он в этой системе координат. А ты ему говорила, из-за этой системы координат. Понимаете, у вас просто не совершилась коммуникация. Это не означает, что наши дела совершенные, то есть Павел говорит о благодати. Но это говорит о том, что мы должны войти в другой мир. Отсюда теперь разницу чувствуете? Да. Какой закон? Тору Христа. Отсюда бремена. И Петр говорит о бременах Торы. Бремена неудобованы. То есть бремя Торы, это тоже одно из технических терминов иудаизма. Бремя Торы. Поэтому Павел говорит, он не борется, но носите бремена не вот этих вот заповедей человеческих, а то, о чем Тора. Ведь в самом иудаизме понимали Тору как любовь к Богу и ближнему. Поэтому он говорит, исполняйте Тору Христа. Каким образом? Носите бремена друг к другу. Поэтому он говорит, что носите бремена друг к другу и исполните Тору Христа. Да. Есть? То есть вот, вот если мы это проясним, мы сможем понять концепцию Павла о вере. О вере. Вера это не только доктрина, вера это еще и путь, потому что это ортопраксис. Вера это также отношение, носите бремена, значит, отношение к человеку. Это ортопатия. Это не только ортодоксия. Поэтому он сразу же подрывает, время говорит, что ну и что. И язычники делают ортопраксис, Тору исполняют. И в чем дело? Ну, понятно, тогда не вопрос. И иудаизм не спорил с язычниками на уровне, скажем, даже, ну или там, доктринках сейчас. Это может быть сейчас проблема для некоторых христиан. Сказать, что ну и что, что у вас правильный символ веры или божесловия. Сейчас это проблема. Знаете, я воспитываю такая больше вышкаленная, как вышкаленная, мы второе семинарие, это такая богословие реформатское. Так вот, как они говорят о себе? Чойзен Фройзен, то есть замороженные избранные. Кальвинисты. Они верят в свое предопределение, в свое избрание, но у них нет никакой любви, никаких чувств, и они сами смеются над собой. Чойзен Фройзен, замороженные избранные. Отмороженные, да. Ну, это не сами себе, они имеют право с нами себе. То есть мы не можем отзывать. Когда становятся евангельскими, да, да, они понимают эту проблему, не понимают эту проблему. Это, ну, такая вот, то есть каждая традиция может о себе что-то посмеяться. Это когда мы смеемся. Понятно, да, вот это очень важно, вот это вот целостный взгляд на человека, вообще, тогда будет понятен разговор о вере у Павла, если нет, тогда мы останемся в нашем представлении, что достаточно ортодоксии, ортодоксальных взглядов. Но с другой стороны, это вызов. Это бросает вызов. А что, Павел не говорит, что я молюсь, чтобы вы были освящены и в ваш дух, и ваше тело, и... Смотрите, у нас мы должны эту вот систему убрать. Это просто как иллюстрация и показать, что мы вот из такого состояния должны вот так вот вот преображение в Христа. Понятно, что мы маленькие, мы даже поступаем по какой-то маленькой вере, какой-то маленький делаем поступок. И Бог это воспринимает, как мы воспринимаем ребенка, который не все знает, не все делает, но он делает, мы растем. Но хуже, когда мы... Какая-то вот... Когда сахара много, вот если можно... Или наоборот, очень крепкий. То есть, понимаете, вот в этих вот уже, когда пропорция ингредиентов уже какая-то... Ну, создает проблему для всего напитка. Ну, мне сложно говорить в этом этапе. Ну, понимаете, да? Нет, скажет Павел. И да, скажет он. А скажите, а это... А восток делает тонкое, Петруха. Вот так вот. Все. Завет это стопроцентная верность Бога. Аминь. И стопроцентная верность человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok